Так, четвертый. Да, и я опять забыл перемешать. Так, четвертый. Вот первый игрок у нас. Чарли. Они остаются на месте, они не меняют себе никакие показатели, так как Чарли блокирует два монстра, а у Лео бунтовщики на улице. Поэтому перемешаем карты и опять вытянем по контакту. Сначала для Чарли, потом для Лео. Небольшая пауза. Так, продолжаем. Начинаем с Чарли. Так, дом ведьмы. Пройдите проверку удачи с модификатором плюс 0 и просмотрите ниже следующую таблицу. Так, 4 плюс 2, 6 плюс 1, 7. Бросаем 7 кубиков. Так, у нас 3 успеха. От 3 успехов и выше смотрим. Получите 3 единицы здоровья. У нас и так здоровье на максимуме. Бесполезность какая-то. Так, переходим к Лео. О, другая карточка. Другой контакт. Так, вы начинаете куда-то ползти и как следствие вы должны пройти проверку воли с модификатором минус 1 или получить проклятие. Воля минус 1. Трать всю реки мы на это не будем. Лео получает проклятие. И, как ни странно, это из базовой игры, а не из какого-либо дополнения. Лео, ты проклят. И, 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 и... А, собственно, на этом переходим к фазе мифа. А, нет, подождите, опять перемешаю. Сразу же заранее. Павло. Так, продолжаем. Фаза мифа. О, никакого портала, никаких монстров. Все монстры выходят в движение. И два жетона на трек безысходности. Добавляем. Так. А, кто нас интересует? Так, квадрата нас не интересует, так как стационарный. Так, давайте-ка посмотрим полумесяц. Месяцы по-белому. Месяцы по-белому. Раз. Два. Нажду еще один. Ага, этот еще товарищ. И этот сюда. Так. Далее. Плюсики и круги по-черному. Так. Раз. И круг наверх. Ну, с гастом, наверное, все-таки Лео справится. А дальше куда ему идти уже? А, ну разве что в лечебницу восстановить себе рассудок. Так. Так. С движением разобрались. Поставьте одну улику на эту. Ставьте по одной улике на эту карту каждый. Вот, начиная со следующего. Если сюда поставлена третья улика, верните эту карту в коробку. И все сыщики, у которых нет жетона безысходности, а для того, чтобы получить жетон безысходности, они должны закончить движение в больнице Святой Марии. Когда третья улика установлена на эту карту, верните эту карту в коробку и сбросьте жетоны безысходности с листов древних. Все сыщики, которые сбросили жетоны безысходности, не подвержены болезни. Все сыщики, которые не сбросили, у которых не сбросили, показатели здоровья рассудка падают до единиц. Так, понятненько. Надо в срочном порядке всех сыщиков отправить в больничку. Так, и на этом кое-насход четвертый заканчивается.